Добрый день, сегодня у нас не совсем головоломка, это скорее игра, называется Magic Block Game, производитель U-Tong Toys. Мне пришлось сделать достаточно крупный кадр, чтобы коробка поместилась, поэтому вы сейчас видите больше, чем обычно. По картинкам на коробке нетрудно догадаться, что где-то такое мы уже видели. И это действительно так, Magic Block Game это не что иное, как подделка под игру от компании Rubik's, которая называется Rubik's Race. И на коробочке как раз изображен дизайн именно Rubik's, за исключением вот этого кубика, который здесь не кубик Рубика, а ну просто так, иллюстрация отдаленно напоминающая его. С коробкой все понятно, ну на всякий случай посмотрим вторую сторону, видим что это, тут двигать, собирать можно, готов ли ты. Игра для двоих в первую очередь, и надо здесь двигать пальцами. Я пропущу этап распаковки, поскольку здесь все было запаковано в кучу пакетиков, поэтому коробочку мы отбрасываем и переходим сразу к игре. Сама игра представляет себе вот такое приспособление, здесь фишки, квадратики цветные для одного игрока, для другого, и как только один побеждает, он опускает и проверяется. А что проверять, это вот в такой вот коробочке, есть 9 одноцветных кубиков, которые можно перемешать, здесь будет какое-то изображение, которое нужно собрать вот в этой зоне. Должно быть как-то вот так. В чем отличие именно от Рубикса? Да, я смотрел видео, где оригинал Рубикс Рейс, там кажется, что более глянцевый пластик, соответственно написано Рубикс, нарисован кубик Рубика. Но механизм точно такой же. Явное отличие лишь вот в этих фишках. Здесь мы видим полностью одноцветный кусочек пластика. На коробке были черные детальки, у которых лишь часть поверхности была цветной. Так же было и у оригинального Рубикса. То есть картинка с Рубикса, а фишки для удешевления сделаны одноцветными. Влияет ли это как-то на игру? Нет, совсем не влияет. Ну просто, возможно, вариация Рубикса смотрелась более эстетично. Игра достаточно простая, и если вы умеете собирать пятнашки, то для вас это будет совсем легко. Важно, чтобы у вас был соперинг, с которым вам было бы интересно играть. В коробочке также была инструкция, в ней видно, как собирается все это. Опять же, картинки очень похожие на Рубикс. Ну и объясняется принцип, как что делать, который достаточно примитивный. Я бы сам не стал бы покупать подобную игру ни от Рубикса, ни подделки под него. Мне это подарила жена. Она особо не разбиралась, кто производитель, подделка не подделка. Она просто увидела что-то, что похоже на головоломки. И, соответственно, то, чего у меня точно нет, и заказала в подарок. Несколько раз мы, конечно, сыграли для того, чтобы это все протестировать. Но, по сути, вещь такая, быстро надоедающая. У Рубикса, вместе вот с этой игрой, которая у Рубикс Рейс, вышла еще клетка Рубика. Там немножко поинтереснее. Можете поискать на ютубе, обзоры были. Как только мы первый раз замешали вот эти вот кубики, которые, как и у Рубикса, выглядят здесь вполне посредственно. Это просто кубики, на которые не очень ровно наклеены наклеечки, имитирующие кубик Рубика. В чем здесь сразу видится уязвимость? У кубиков 6 цветов, и здесь кубиков 9. Здесь же поле 5 на 5, то есть должно быть 25 фишек минус 1, то есть 24. 6 цветов, по 4 фишки на каждую. Но, нетрудно догадаться, что на некоторых кубиках могут выпасть одинаковые цвета. Из первой же попытки, когда мы перемешали вот эти маленькие кубики, у нас выпало 5 одинаковых цветов. Мы, конечно, попытались это собрать сначала, не обратив внимания на количество элементов здесь. Но, каждого цвета фишки всего 4 штуки. Поэтому, если здесь выпадает 5 одинаковых наклеек, то такое собрать невозможно и надо. Ну, еще раз перемешивать. В Китае эта игра стоила чуть меньше тысячи. Давайте разок что-то сделаем, что-нибудь простое. Ну, к примеру, здесь вот я уже несколько раз перемешал. Мы видим оранжевый, белый, оранжевый, желтый, зеленый, белый, желтый, оранжевый, зеленый. Нужно именно вот на этом поле, 3х3, которое в центре, собрать именно такой рисунок. Мы видим здесь два оранжевых уже есть. Ну, нужно вот этот белый как-то сюда переставить. Можно это легко сделать вот таким образом. Тут, конечно, стратегий много. Да, если вы мастер пятнашек, вы их тут придумаете побольше. Дальше желтый, зеленый, белый. Ищем. Зеленый есть, белый где-то тут поблизости. Я сейчас вряд ли буду рационально это делать, поскольку я, ну, небольшой профессионал в пятнашках. Особо их не тренировал, хотя пятнашки у меня есть. Заказал от Чиимофанг магнитные пятнашки, скоро приедут. Я уже забыл, что там было. Желтый, зеленый, белый. Желтый, зеленый, белый. Вот тут есть такие элементы. Нужно вот на второй слой их поставить. Давайте немножко продвинем. Зеленый. Белый. Вот так вот. А, желтый откуда-то отсюда. Приведем. Здесь вот эти вот ряды совершенно свободно можно перемещать, что дает большую свободу действий. Так, что у нас тут получается? Спокойно можно вот это двигать. Ну и так вот поставим. Желтый, зеленый, белый. Оранжевый, белый, оранжевый. И остается желтый, оранжевый, зеленый. Желтый, оранжевый, зеленый. Зеленый видим, оранжевый видим. Можно сделать как-то вот так. И остается привести откуда-то в желтый. Они вот все три здесь Далековато Постепенно Их приведем Если делать это двумя руками Будет конечно быстрее Так Вот сюда нужно желтый И как только все готово Опускается Вот эта рамка И сравнивается Оранжевый, белый, оранжевый Желтый, зеленый, белый Желтый, оранжевый, зеленый И тот кто сделал это первый Тот и победил Я победил у своего Несуществующего соперника Это хорошо И на этом наверное все Игра примитивная Простая Но если вам есть с кем поиграть То вполне можно Рубикс оригинальный Стоит в полтора-два раза дороже Чем вот эта вот подделка Смысла Переплачивать особого нет Но если бы эстет То можно Хотя проще наверное Купить сейчас Рубикс В российских магазинах Он продается Наверное Не проверял Вот такая вот настольная игра Особого смысла В ней нет Здесь Кто быстрее найдет элементы И более эффективно Их переставит Вот и все Опять же Если у вас нет опыта В пятнашках Принципы постигаются Достаточно быстро Так что Освоиться тоже можно На этом все Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok